И вот мы приближаемся к обходу в церковь. Сейчас мы с вами зайдем внутрь и посмотрим, что же там внутри. Слева от входа мы видим купель. И сейчас мы как-то попытаемся открыть ее. Ну, здесь, наверное, не пользуются. Может быть, даже крестят. На самом деле, это уже такая нелегкая крышка, достаточно тяжелая. Не можем увидеть рату, с каких времен она у нас. А здесь рядом вот продумано все, можно сделать пожертвование. Давайте попробуем сделать пожертвование на эту церковь. Спасибо, написали за наш вклад. Так, что мы можем увидеть еще здесь? Табличка. Это мемориал. Свет включился. Мемориал, который не такая уже и давняя эта табличка, скажем так. Здесь у нас ширма находится. И ширма, еще одна вот, которая находится у нас в этой части церкви. Мы можем увидеть... Мы можем здесь увидеть изображение Джона Коушела. Он был основателем часовни этой, который завещал священникам ежедневные мессы за его душу, чтобы они молились. И вот здесь он изображен. А вот еще арка между алтарев и самой часовни. Вот видите, мы можем увидеть, на ней вырезаны разные листья. Там, вверху, там цветы, ангелы. И также там есть фамильный герб на этой арке. Где-то здесь он у нас есть. Так, и вот еще самое интересное, пожалуй, из этого всего, что мы можем увидеть, это... Мы можем увидеть эту очаровательную гранитную чашу. Ее еще называли бассейном. На ней она очень старая. На ней есть вырезан... Видите, она уже достаточно изношенная. И на ней плохо можно разобрать что-то, что изображено. На самой этой чаше. Ну, как писалось, то здесь должны быть изображены грифон, дельфины. Ну, к сожалению, ну, вот здесь, пожалуй, наверное, грифон, потому что вот это, наверное, крылья. Вот. Дельфин как-то у нас не особо получается увидеть, к сожалению. Ну, это и неудивительно. Вот. Здесь мы можем видеть с вами распятие Христа. Христа вырезанное. Вот эти разные нити. Вот еще такая какая-то чаша маленькая. по какому-то предназначению. Здесь также есть свечи, как и в каждой церкви. Но здесь есть и электричество. Здесь автоматически включается свет. Здесь есть обогреватели. В отличие от предыдущей церкви. Рядом со статуей Джона Коушева есть такая, сделанная из мрамора. Какое-то как, ну, на дроби непонятное какое-то происхождение, что это такое. На стене там висит, видите, тоже, как единорог какой-то. Вот. Со шлемом и с гербом. Возможно, это он здесь захоронен, но непонятно. И вот мы с вами идем по центральному проходу церкви. Здесь вот микрофон. Очень интересно установлен, чтобы слышно было лучше. Очень интересная подставка для книги в форме орла. Наверху вот как крест сделан и герб. Ну, и датировано 1937 годом. Это, наверное, флахан ли. Там лев, может быть, раньше был. Мы с вами видим здесь вот орган. Его здесь очень хорошо видно. То есть он нигде не закрыт ничем. Вот он какой доступен. Здесь у нас есть какая-то даже дверь. А сейчас мы с вами попытаемся найти святой колодец куклы, который находится на склоне небольшой долины под деревней Дулоа. Ну, сейчас мы направляемся к нему. И я думаю, что мы его найдем. А, а вот он и есть. Он здесь наполовину скрытый деревьями. Стоит тот самый древний святой колодец. Вот здесь недостаточно, конечно, освещения. Но мы сейчас попытаемся... Ау! Да, здесь у нас... Мы сейчас попытаемся... Ау! Вот здесь есть камья, на которой можно посидеть. И здесь вот сам этот... Вода прозрачная. Видно, видите? Чистая вода. И давайте попробуем... Какая она? Холодная очень вода. Давайте уйдем. На этом наша экскурсия в эту церковь закончилась. Спасибо за просмотр. Смотрите нас, пишите комментарии, подписывайтесь. Пока. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...